У нас формат такой, свободный, непринужденный. Какие вопросы у вас остались? Большая гордость берет за Чувашию, поскольку мы участвуем в большом количестве пилотных проектов. Это все-таки большие риски и большая смелость. Насколько оправданы республики участия этих пилотов и каких из реализуемых и реализуемых проектов вы можете гордиться? Права о трансформации сельского хозяйства. У нас доумный город, прямые выплаты, госжилфонд и так далее. У нас там комплексная застройка, благоустройство сельскохозяйственных территорий. Ну там у нас много вообще. Спасибо за вопрос. Но все регионы этими вопросами занимались и будут заниматься. Но вы слышали тоже оценку президента Российской Федерации. Позавчера как раз заседание президента проводил. Он же отметил. Еще говорит. Граждане России или народ Российской Федерации не совсем ощутил даже реализацию национальных проектов, мероприятий, которые предусмотрены в этих национальных проектов. Понятно, стартапом в 2019 году дан. На самом деле удельный вес людей, которые живут за чертой бедности. Вчера вы знаете, что в Кремле проходил Государственный завет Российской Федерации, где он тоже сказал, 53% в целом в среднем Российской Федерации селяне живут тоже за чертой бедности. И в связи с этим очень много еще вопросов, где мы должны работать и участвовать в пилотных проектов. Вот это первая такая самооценка. Она без приукрашивания событий. И то, что в реальных, как бы сказать, ситуациях происходит по разным вопросам, по разным оценкам. А то, что мы участвуем в пилотных проектах, что это дает? На самом деле, я уже докладывал на заседании Кабинета министров, проинформировал, какими мы показателями завершаем. Участие в пилотных проектах, если взять ключевое значение, это привлечение федеральных инвестиций. К факту 2018 года мы привлекли на одну треть средств в 2019 году больше, чем было в 2018 году. Это очень важно для нас, потому что, не имея природных драгоценностей, привлекая эти инвестиции по расходной части, направляя на повышение качества жизни, мы решаем отдельные вопросы, которые поднимали люди и будут поднимать. Мы уже в своих программах, трехлетнем бюджете все это расписали, это вы тоже следите. Конечно, с одной стороны, это сухие цифры, но входим достойно в 2020 год, потому что бюджет трехлетний принят. Вчера я тоже Антон Германович и Силу Иванович общался, оценивает нас очень хорошо. Мы в десятке лучших регионов Российской Федерации находились и находимся по управлению общественными финансами и по управлению государственным долгом. Это практически, собственно, доход у нас 38%. По-другому говоря, мы долг молодому поколению не оставляем. Михаил Иванович, немножко возвращаясь к началу нашей беседы, вы сами сказали, что в этом году, особенно в ноябре, в декабре, очень такая интенсивная встреча, ну, она через самоинформацию происходила, прямые эфиры, прямые линии проводились. Вот как вы думаете, как вы считаете, она приносит реальный эффект в работе правительства, в вас, в вашей работе? Спасибо, но это вы должны оценивать. И простые жители должны оценивать. Мне нужна лично обратная связь для принятия управленческих решений, чтобы я не пользовался искаженной информацией, приукрашенными цифрами. Поэтому, когда люди задают вопросы на прямой главе республики, тем самым я уже начинаю определять, с учетом комплексной оценки, где какие цифры приукрашены, где мы недорабатываем, почему люди возмущаются, почему в отдельный трудовой коллектив возникает социальная напряженность. Вот для этого надо. Мы открыто работали, работаем, и поездки, и встречи. И плюс еще вот эти эфиры, встреча с журналистами дает дополнительную возможность реагировать на эти вещи. И потом принимать те или иные управленческие решения, закладывать в бюджете с учетом просьбы, с учетом тех вопросов, которые жители задают. Это дает лучше управлять на государственном муниципальном уровне, всем должностным лицам, самое главное. И всей команде правительства Чувашской республики, всем управленческим командам самих муниципальных образований. Мы же ездим в муниципальные образования, возникают вопросы, они говорят, у нас все хорошо, а когда людьми встречаются, люди начинают говорить, там тротуары не чистятся, мусор не вывозится, ремонт соответствующие не сделали, хотя обещать обещали, там освещение где-то не говорит, там же простые вопросы люди задают. Или в отдельных случаях просто нет внимания со стороны органов власти, и чиновники, государственные и муниципальные служащие не своевременно доводят информацию, и в доступной доходчивой форме не разъясняют людям по тем или иным вопросам. Проблема в основном в отдельных случаях на равном месте возникает, друг друга не понимают, и в итоге, соответственно, потом упрощение, жалобы, ряд других вопросов. Одним словом, это снимает социальное напряжение, социально напряженность, потому что те поручения, которые потом соответствующие я даю, они всегда находят соответствующие результаты. На отдельные вопросы и там не требуется и финансовых средств. Николай Васильевич, все издания, я уверен, здесь все коллеги, последние свои номера будут выдавать с рейтингами на этот год. Топ, как мы их называем, топчики, да? Топ важных мероприятий. Вот на ваш взгляд, 2019 год, пятерку топовых мероприятий, важных для Чувашии. Ну и для вас лично. Спасибо. Но для нас любой объект, любое мероприятие, которое в нашей республиканской, государственной программе, они все важны. Я не хочу, дамы, что-то вычленять. Простые люди по-другому нас оценивают. Обещал, сделал, люди говорят, молодец, сделали, сказали, соответственно, не обманули. У нас только такой принципиальный подход. Поэтому хочу здесь просто сказать, вот когда мы вместе с вами выезжали в начале года муниципального образования, я показывал слайды лично, хотя финансисты, экономисты со мной спорили, столько, наверное, вряд ли не наберем. Мы говорили, что канцелярный бюджет Чувашской республики должен составлять по нашим расчетам, цифры амбициозные были, соответственно, просто тоже не проглашают, 65 миллиардов рублей. Мы практически по факту, с учетом привлечения федеральных инвестиций, выполнили те обещания, которые народу говорили. Это очень важно. И вот здесь мы эффективно управляем, еще раз подчеркну, эффективно управляем общественными финансами наших налогоплательщиков. Расчет сделали, по расходной части все направили на благо людей. Это дорогого стоило и стоит. Как правильно просчитать наиболее точно в наших прогнозах цифры, а потом по расходной части отправить. Полтора миллиарда, которые ушло на создание комфортной среды, у нас... Это на 2020 год. Но, тем не менее, указ... Это все понятно. Но указ, сам указ уже, да, это является такой вехой, это уже определенный. Но указ вам, ну как сказать, это политическая воля. Политическая воля любого политического деятеля, государственного деятеля. Надо проявить. Но проявить-то можно, а потом уже надо еще предварить реальные дела. Михаил Васильевич, подтверждая ваши слова, обещалось дело. Вы обещали сохранить агрохолдинг Юрма. Сохранили. Мы, на самом деле, гордимся этим событием. Однако остается проблема, экологическая проблема. Нам стыдно перед гостями. Бывает, летом запах чувствуется. Но с новым собственником эта проблема решится? Касаясь вложений, Мегамист пришел. Они вошли в подъявленности с бенефициаром агрохолдинга Юрма. И, в принципе, почти 900 миллионов рублей инвестиций своих уже вложили в реконструкцию Алатарского комбикормового завода, в модернизацию технологии кормления, технологии содержания птицы на птицефабрике Юрма, которая около Лапсара находится. И они намерены, соответственно, до конца все это идти, прийти, войти и вкладывать инвестиции. Касаясь переработки птичьего помета, в перспективе все это будет организовано. 300 миллионов или 350 миллионов рублей мы им через фонд развития промышленного комплекса льготные субсидируемые кредиты даем. И на эти кредиты они должны построить фабрику по переработке птичьего помета. Они намерены все это сделать с помощью государства. Мы сказали свое слово, готовы им оказать содействие, потому что эта экологическая проблема раздражает людей, раздражает не только селян, кто там рядом живет, раздражает горожан, когда роза ведров с той стороны, в сторону города Чебоксара. Поэтому раз проблема есть, мы эту проблему должны снимать с повестками. И у нас получится. Полтора-два года. Но мы не можем в то же время, кто бы там ни пытался, отдельные же хотели закрыть. Так, говорит, я сказал, еще свою позицию обозначу. Закрыть-то можно, но 750 человек останется на улице. Где больше здесь социальной напряженности будет, вот так если завершивать? Больше, наверное, социальной напряженности будет, когда люди без работы останутся, плюс члены семьи. Представьте, 750 человек на улице без работы. Ладно, это вторично, может быть, производство мяса птицы не будет, мы упадем. Но мы не можем это допустить, по сути дела. Поэтому по шагу, по этапу мы идем к реализации данного проекта. И когда будет введено это производство, доложим народу Чебоксарской республики, что с этой задачей мы тоже справились. Касая столетия, решение президента, и есть решение правительства, и есть по празднованию все мероприятия, они в наших программах вписаны. Значит, по вводу объектов уже не первый год занимаемся с подготовкой, проведением этих мероприятий. Что это нам дало? Эти решения. Эти решения нам дали привлечь дополнительные инвестиции в федеральный бюджет. На строительство объекта капитального характера. Даже если возьмем, вот, пожалуйста, Московскую набережную, если не было бы 100-летней явлений даты, мы реконструкцию не смогли бы сделать набережную. Сейчас Красная площадь реконструируется. Не было бы этого решения, тоже не смогли бы привлечь федеральные средства. Это же огромные средства. 500, 500, плюс 800, плюс свои средства. Это не менее практически, ну, 2 миллиардов рублей. На свои оригинальные деньги мы никогда не смогли бы сделать. Поэтому те гости, которые смогут приехать, будем вместе с ними радоваться, смотреть, какие объекты введены, как практически люди живут, каким настроением. У нас, тем более, проекты, вот, биологические очистные сооружения, вчера федеральным министром я пообщался. Не такого проекта, который в Российской Федерации реализовывал. И сейчас на реконструкцию, модернизацию на третьем этапе биологических очистных сооружений получаем не менее 1 миллиарда рублей. Уже соглашение подписали мы. Это дадут нам возможность еще реконструкцию сделать, в принципе, и уже заложить на перспективу, на десятилетия, бесперебойная работа нашей биологической очистных сооружения. Самое главное, люди будут довольны, удовлетворены. Вот самое главное, вот это. Мы дворец, дороги, будем показывать гостям, который в центре города, когда у нас полную силу заработать. Мы его введем в январе месяце, значит, по контракту, насколько я помню, объект должен был быть введен в марте месяце 2020 года. Там, в принципе, подрядчики, они очень ответственные и добросовестные. Они хотят раньше график сдать. Хотя, когда я посвящался рабочим визитам один раз, второй раз, они хотели представить нам этот объект уже к Новому году. Но документы до конца они не успели оформить. Кроме того, что объект готовился, надо документы оформить. Я высказал свою позицию. Вот красную ленту-то мы можем разрезать к Новому году. Но задача наша стоит так. Если мы вводим, со дня ввода, значит, прием пациентов, медработниками, врачами сразу должно начинаться. У нас позиция обозначена так сейчас. Как вводим объект в поликлинику на 500 посвящений, все элементы медициформизации, медицинское сообщество сразу там обслуживает, нужно начинать горожан. Каждый четвертый горожанин практически будет обслуживаться через эту поликлинику. Каждый четвертый горожанин примерно, я говорю, расчетно. Михаил Васильевич, с большим активизмом достаточно ново-чебоксарцы восприняли информацию о том, что между ново-чебоксарскими и чебоксарами будут ходить троллейбусы, и очень этого ожидают. Новый город говорит о том, что в 2020 году запустят велодорожку, соединяющую ново-чебоксарск. Вот вы как относитесь к перспективе соединения двух городов? Касаясь общественного транспорта, докладу, четыре троллейбуса мы купили, которые будут курсировать между Чебоксарами и Ново-Чебоксарскими. Значит, они без врагов, так скажем. 9 января в плане работы моя поездка как пассажира с моей командой вместе с пассажирами ново-чебоксарскими горожанами по этому маршруту. Первый пробный такой рейс, поговорим, пообщаемся с горожанами, соответственно. Это во-первых. Во-вторых, Денис Валентинович Мантуров, наш куратор, координатор, вчера меня порадовал. За счет сэкономленных средств у Министерства промышленности и торговли он нам выделяет не менее 600 миллионов рублей на приобретение транспорта в 2020 году. И мы приоритеты примерно уже в таком рабочем порядке обсудили. Мы будем покупать нескольких десятков троллейбусов, потому что троллейбусные парки и города Чебоксары, и ново-чебоксарская. Тоже секретов нет, они старый парк имеют, соответственно. Комфорта троллейбусов очень мало, и на это мы денег не выделяли. И тем самым мы, одним словом, создадим комфортные условия для пассажиров, которые ездят на общественном транспорте. Отдельные троллейбусы, они будут как в Чебоксары, ново-чебоксарские ездить, отдельные по маршруту города Чебоксары. И это обновление даст, во-первых, улучшить финансо-экономическую деятельность в нашем троллейбусном управлении, потому что расходы на ремонт, на запасные части, это тоже приличные, значимые расходы. И в итоге там, кто с убытком завершает, сейчас где-то там улучшили они финансо-экономическую деятельность и ново-чебоксарские. Поэтому это вот государственная наша задача. Это подарок. Вот в канун Нового года, так скажем, не менее 600 миллионов рублей. На приобретение транспорта таких денег мы не выделяли. Транспортная реформа нам позволила привлечь предпринимателей. Предприниматели за свои средства, за счет льготируемой, субсидируемой процентной ставки, привлекаемые бюджетные источники, используя механизм лизинга привлений, мы из бюджета деньги более не тратили. А вот на троллейбусы мы намерены денег потратить чисто бюджетных, для того, чтобы разрешить эту проблему. А присоединение, но естественно присоединение, я уже говорил, оно произойдет, потому что новый город застраивается, и горожане, те, которые купили квартиры в новом городе, и все те, которые получили по нашим социальным программам, говорят о чем? Потому что мы живем в самом лучшем микрорайоне города Чебоксары. Поэтому динамика строительства очень высокая, объекты соцкульптуры сдадим, школу на 1600 мест сдадим, несколько садиков сейчас ввели, и исходя из этого практически дальше к городу Новочебоксарске будет строиться, а город Новочебоксарск к городу. И естественное присоединение произойдет. Административно-территориальное устройство, может, останется пока на этом же уровне. Без референдума, без согласия горожан города Чебоксара, Новочебоксарска, этот вопрос невозможно разрешить. Это правда. А то, что там в Елодорожке, я уже говорил, и обозначал, задачу поставил перед городскими властями, чтобы с нового города в сторону Новочебоксарска, в Ельниковскую рощу, была хорошая, благоустроенная велодорожка. В 2020 году вряд ли, кто вам сказал, я не знаю. Но они говорят, что начинается. Они должны запроектировать, публичные обсуждения должны провести, соответствующие отзывы горожан, всех тех неравнодушных людей, кто любит велосипедный спорт, и после этого уже провести соответствующую работу. Михаил Васильевич, вот в предложении здоровья, спорта, физкультуры, вы уже отметили, что ту планку, которая обозначена президентом Владимиром Путиным, о том, чтобы 55% жителей к 2024 году стали заниматься физкультурой, спортом, сказали, что мы эту планку намного раньше преодолеем. Но количество, занимающихся каждым годом, оно улучшается и улучшается. Соответственно, мы ее отслеживаем по тем индикаторам, которые есть, по всем муниципальным образованиям. Соответственно, самое главное сейчас, мы не используем мощности тех объектов, которые вели эксплуатацию, которые они в работе, в принципе, 10%. Вот этот реальный резерв, где на сегодняшний день мы не заполняем, соответственно, желающими, те, которые, допустим, на профессиональной основе занимаются, кто-то просто физическую нагрузку хочет дать себе. Вот это резерв. Если этот резерв мы использовали бы, мы могли в 2020 году закрыть эти проценты, которые обозначены по индикаторам. А почему такая маленькая? Все-таки процент посещаемости, как вы считаете? Ну, проблема там разная. Это все с точки зрения и организации, с точки зрения занятости людей. Поэтому я ставлю задачу перед директорами физкультурно-спортивных комплексов, перед федерациями, чтобы бассейн физкультурно-спортивного комплекса начала работать с 5 или с 6 часов. Люди, те, которые хотят плавать до работы, они, чтобы смогли исполнить свою мечту. Если нужно там до полуночи, пожалуйста, говорю, на этом они зарабатывают, не бюджетные источники. То есть это нужно работать с людьми, чисто в организационном плане. И то же самое все остальные там залы, фитнеса, качалки, где там стоят залы бокса и ряд других видов спорта, по сути дела. Когда все это будет организовано, понятно, уличный спорт, здесь уличный спорт, все в шаговой доступности. Дворовые площадки оснащали и будем оснащать. Еще дополнительно. Плюс там сейчас все эти еще крытые появляются с крышей. На случай погодных условий. И с этой точки зрения, эти проценты мы на территории Чувашской республики без напряжения выполним. Михаил Васильевич, вы много внимания уделяете семье, ценностям семейным. Здесь у меня вопрос такой. Ваши дети скоро закончат обучение. Сын здесь в Чебоксарах, дочка в Москве. Кем они себя видят в будущем, в дальнейшем, в плане профессии, выбора профессии, направления деятельности. И видят ли они, например, себя, свое будущее и связывают ли свое будущее с нашей любимой Чувашей? Спасибо за вопрос. Но надо у них спросить, конечно. Они взрослые сейчас. Я даю им свободу, чтобы сами определялись, чтобы об этом не говорили. А вот вы там, папа, мама сказали, мы прислушались, а это не по призыванию, как в жизни бывает. Поэтому мы просто подсказываем, чтобы они ошибки не допустили здесь. Это с одной стороны. Но с другой стороны, они постоянно тоже под вниманием находятся. Им тоже очень сложно среди своих подростков, соответственно. И касаясь сына Дарыча, Чебоксарах работает, он не собирается никуда переезжать. Соответственно, политическим деятелям не хотят они стать. Свой путь они уже нашли. Сточка тоже заканчивает. В лучшей школе экономики, перспектива там в Москве. Там уже она подрабатывает. Сами они потом тоже направляются. Они что, привыкли работать, привыкли трудиться. У них нет такого, чтобы там свободное время использовать. Не с пользой и с интересами. Так что, тут все нормально, слава Богу. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Да, пожалуйста. Михаил Портал про город. Затрагивает тему пилотных проектов. Чуваша попала в пилотно-проектные труда России по уменьшению и снижению бедности в стране. В связи с этим мы будем в 20-20-20-х годах получать по 30-72 миллионов в год. И получается такой вопрос. То, что мы попали в свободные регионы, и при этом будем получать деньги, это хорошо или плохо? И какие будут конкретные меры предприниматься по снижению ее? Спасибо. А вы сами как считаете, Михаил? Это очень неоднозначно. Неоднозначно? Именно поэтому я вас спросил. Но мы говорили с вами и констатируем, что за чертой бедности у нас проживает 18,5% семей. Это правда по статистике. Предварительно тоже, значит, по этому году. В связи с этим, и наша программа социально-экономического развития дает возможность, и не было бы этого проекта программы, где-то, наверное, после Нового года Дмитрий Анатольевич Медведев утвердит, и это будет обязательная норма. И с расчетом на все это дело 30-72 миллиона рублей выделяется в 2020 году. Это очень хорошо, я бы сказал. Потому что именно это будет направляться на создание рабочих мест, на малый и средний бизнес. Там же есть безвозмездные субсидии, которые выделяются. 295 тысяч. Четыре основных направлений. Я вчера тоже пообщался с Максимом Анатольевичем Топилиным. Он, на самом деле, еще раз обозначил. Не менее 1 миллиарда рублей за три года. И все эти средства направляются по целевому назначению. На борьбу с бедностью наших людей, наших семей. Поэтому мы будем эти деньги, финансовые средства, использовать соответственно на результат. Не то, что там раздарили, деньги проели, да, и денег опять нет. Чтобы там была польза и результат. И сами эти люди почувствовали. С учетом государственной поддержки, которые могут организовать свой бизнес, маломальский. Или, допустим, там, поучаствовать в получении тех средств, которые предусмотрены на размере одного прожиточного минимума, там в течение года, допустим. А не получится так, что когда проект завершится, год пройдет, и есть такая вероятность, что мы вернемся к прежним показателям, к старту, или нет? В течение трех лет мы многое сделаем. В принципе, хватаем людям, которые не могут организовать свое дело. У них собственных средств, допустим, нет. Но 250 тысяч рублей, плюс еще кое-какие субсидии, на первоначальном этапе развернуть кое-какое производство. Мастерскую, допустим. В которых есть практически своя компетенция, квалификация, и они могут развернуть мастерскую или там какой-то сервис, услуги, хоть в городе, хоть в сельской местности. Мы, молодежь, часто передвигаемся, и наше поле в Чебоксарах, скажем так, это Богданка. Постоянно там пробки. Хотелось бы узнать, как эта проблема в дальнейшем решится у нас? Спасибо. Тема пробок, да? Да. Ох, надо было мне с собой вас забрать сейчас в Москву. Где пробки, да? Наши пробки в городе Чебоксары, они небольшие. Вот и все познается сравнение. Понятно, молодые люди не видели, как вообще Чебоксары выгляделы. 10 лет назад, 20 лет назад, какие дороги были. Даже по Богданке невозможно было проехать. По Ярославской, Колдобиной, Ямы были. Это буквально 4-5 лет назад. Мы очень многое сделали, и чем больше делаем, тем больше запросов. Дороги, труд, фары, все остальное. А когда десятилетиями ничего не делали, и никого не волновало, и никто не понимал, как ездили по Ямам, ездили, и жалобы не писали, и обращений не было. Докладываю, не менее 5 миллиардов рублей мы в год выделяем на расширение дорог, на реконструкцию, на благоустройство и на строительство новых дорог. Поэтому в перспективе пробки, они останутся, часы пик, но максимально еще мы должны работы сделать, которые еще не успели по тем улицам, по тем микрорайонам, которые у нас остались в городских округах и в сельской местности. Почему пробки? Машин все больше и больше. Мы не успеваем за приобретением темповых машин. Конечно, водитель есть водитель, на машинах, когда выезжает, они имеют право спросить, почему пробки, почему дороги плохие, нет никаких вопросов. Есть подходы, соответствующие мероприятия в наших программах. Если точки зрения, не хочу сказать, будет все лучше и лучше, уже не будет. Но пробки, где бы мы не находились, вот я был в Китае, кто был, тоже знаете. Там по отдельным датам, вот сегодня 27 число, да, нечетное, нечетное. В Китае определено, ну, где-то одна треть автомашин по тем номерам вообще не выезжает. Их штрафуют за то, что они выехали в этот день. Там ограничения жесткие и строгие. Завтра, допустим, 28-е, по четным числам, такие-то номера машин не имеют права на авиацию выезжать вообще. В общем, 29-го и еще другая, вот если на три части поделить, они ограничивают таким способом. Но мы, конечно, не делали это и не будем делать. А с другой стороны, в отдельных случаях, когда, допустим, там один куда-то выезжает или там на работу, а целый день машина стоит, а есть ли смысл на машине выезжать? Лучше сесть на общественный транспорт, соответственно, приехал на работу, уехал с работы. Когда с семьей где-то какие-то проблемы, я понимаю. Но если мы сейчас встанем вот в утром или в вечернее время, какие легковые автомашины проезжают и сколько человек, сделаем хронометраж или я прошу это сделать? И вы убедитесь, мы сами для себя пробки создаем. Сами себе пробки создаем. Не задумываясь за то, что там надо, есть необходимость, нет, но уже привычка, да, сел, выехал. Сами себе пробки создаем. Сами себе пробки создаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Мы присвоили 70 тысяч, сейчас уже перевалили мы вот за эти годы, получили 70 тысяч. Они получают у нас ежегодную льготу, 1 тысяча с чем-то рублей ежегодную льготу в финансовом отношении получают. Плюс там льготы за КШКХ, за связь и ряд других льгот. Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Почему власть районная не шевелится? Неужели надо пинать главе республики? Потому что Владимир Владимирович Путин в свое время сказал, географический центр любого региона, это как гимн, как флаг. Но у нас там эти оравшие, они Донбасс. Все разрушено, все развалено. Школа закрылась, клуб сгорел. Дима Тorzok Да, да. А безопасность сколько уже школьных автобусов бьются, прочее. Надо где-то на месте создавать. Ну я себе записал в рабочем порядке с главой администрации Жебурнавского. Да, да, да. А Леонид Николаевич? Главой администрации переговорим, посмотрим на перспективу вообще развития данного населенного пункта. Не сам факт, что одно дело мы хотим там людей, да, направить, чтобы люди жили, работали, соответственно, развивали этот населенный пункт и все объекты соцкульпута. Но если люди не хотят, какую мотивацию надо создавать? Понятно, там гранты какие-то не можем дать, чтобы они там поехали и жили. Они говорят, наше право конституционное, где хотим, там и будем проживать. В итоге нужны нам, соответственно, аргументы. Если аргументов нет, все то, что как сегодня есть, так оно и останется. Если вы позволите, еще один вопрос. Это всех нас касается, по идее. Чуваш, печать у нас приказала долго жить. Сейчас киоски используют комсомольский молочный комбинат. Россия объявила конкурс по распространителям СМИ. У нас в городе киосков не осталось. Все, мы ушли от газета. Как вы на это смотрите? Вот здесь Михаил Владимирович, наверное, сейчас лучше скажет, конкретно скажет по последним данным, как там обстановка. К сожалению, здесь вот надо признать о том, что ряд хорошего времени мы упустили. Практически это придется возрождать с ними. По факту приведем к нормативным данным по наличию инстанара торговых точек и торгующих периодически изданий на душу населения. К сожалению, у нас это сейчас коэффициенты, если брать вот общероссийские наши показатели, к которым мы стремимся, у нас 0,7, Михаил Васильевич. У нас сейчас активно развиваются соцсети, тема будущего и активно развивалась профессия блогерства. Как вы вообще на это смотрите и есть ли в этом перспективы у молодежи? Это сейчас вот при метрах журналистики. Они все заулыбались так сразу. Ну нет, перспективы для молодежи, конечно, есть. В этом вы должны быть уверены. Но если взять тех блогеров, которые представлены у нас на территории республики, которые выдают информацию, но я могу следующее сказать. Отдельные блогеры работают только искаженной информацией. Необоснованно поливают грязью отдельных государственных деятелей, политических деятелей. Людей тем самым вводят в заблуждение, тем более молодых людей. Вот этого не должно быть. Блогеры должны писать правду, соответственно, не введя людей в заблуждение. Поэтому все то, что там в сетях, нужно, оценивая ситуацию, другим блогерам просто нейтрализовать, говорить, не органам власти. Вот здесь вот самое главное должен быть что? Разум и логика. Поэтому информация достоверная, объективная, справедливая, она должна доводиться. Корректная критика, она всегда должна быть в адрес органов власти. Здесь никаких сомнений, никаких возмущений никогда у нас не было, нет. А когда правда, все корректно это делается, мы всегда реагировали и принимаем те или иные решения. Я из Новочебоксарска. Представлю Новочебоксарское телевидение. У нас в городе, конечно, много изменилось, много хорошего в этом году сделано. И с вашей помощью в том числе мы освещали какие-то проблемы, вы нам помогали их тоже решать. Какие вопросы, по вашему мнению, еще не решены в этом году? Какие результаты будут, мы, исходя из этого, соответственно, прежде всего будем реагировать. Касаясь всех тех работ по городскому хозяйству, конечно, если в городском хозяйстве, это сфера ШКХ. Благоустройство, чистота, порядок, светников еще маловато в городе Новочебоксарске. Хотя там деньги выделили на дороге, на все это дело. Потом, касаясь мусорной темы, она ежегодно возникает, потом снимается с повестки дня, которые находятся под постоянным нашим контролем. Касаясь тарифов в сфере ШКХ, они тоже волнуют, тарифы растут, люди там тоже не понимают. Ну и касаясь учреждения социального блока. По здравоохранению задавали вопросы прямо в эфире. По детской поликлинике, хотя мы отремонтировали, это уже компетенция республиканских уровней властей. Мы держали этот вопрос под контролем и держим. Поэтому министр здравоохранения, вице-премьер Владимир Николаевич Викторович, закреплен за Новочебоксарск. И все эти вопросы, которые остались там по дефициту, которые, конечно, мы должны максимально разрешать. А касаясь экономики, мы с предпринимательским сообществом взаимодействуем. В принципе, все эти предприятия, организации, которые работают на территории Новочебоксарской, они динамики хорошие показывают. Для самореализации молодежи тоже определенно создана благоприятная среда по сравнению с другими городами. Возьмем Канаж, АлатР, вот этими городами, Шумерля. То есть здесь, в принципе, нет такого избытка, так скажем, трудовых ресурсов, которые не могут трудоустраиваться. Кто хочет работать, реально все трудоустраиваются. Ну и общественный транспорт. Касаясь троллейрусов, я бы сказал, там практически вопросы возникают. Вот эти такие ключевые вопросы. А где-то с стороны, если гаражам будут подняты какие-то вопросы, на это, конечно, будем реагировать. Мы никогда не самоустранялись и не будем самоустраняться. Все начатые проекты, они дальше должны быть в работе. Там набережная, Ельниковская роща. Мы должны начинкой еще оснастить. Разными, значит, это самыми востребованными молодежью программами, мероприятиями. Какие блюда будут у вас дома на новогоднем столе? Вы меня когда-то, помню, посоветовали. Клади больше мяса, и все будет вкусно. Моему мужу тогда очень рецепт понравился. А теперь у вас что будет традиционно и нетрадиционно на столе? Что там на Новый год? Все традиционно, конечно, само собой. Все то, что мы дома выращиваем, все это будет на столе. Если перечислять, интересно вам, да? Картофель на год мы сами заготавливаем, излишки дети продают ежегодно. По грибу нам их хорошие, значит, это самое, где хранится. Дальше овощи, если взять, и морковь, и свекла, и солености, огурцы, помидоры. Ну, привыкли с детства, что все это и самое есть. Они тоже к столу будут все свое домашнее. Яблоки домашние, ягоды там, варенье, все то, что сладости, это все домашнее будет. Мясное, индюшка, столу, да. Индюшка традиционно. Да. У нас елка желания есть, и я знаю, что вы желания детей исполняете. Вот такой личный к вам вопрос. А есть самый запоминающийся новогодний подарок в вашей жизни? Там, ну, было маленькие шоколадки, я помню, вахли, соответственно, и печенье вот эти квадратное. И еще больше там ничего не было. Вот так радости и жизни в этом не заключались. Мы перегли это еще. Сейчас же нет проблем. Подарков упакованы, красиво, в магазинах достаточно кому-то, чтобы подарить. Раньше же этого тоже не было в магазине. Поэтому все подарки, они хороши. У меня простой и конкретный вопрос. Вы что думаете? Вы будете выдвигать срок и натуру в следующем году на выбор главы республики? Я же отвечал на этот вопрос. Спасибо за вопрос. Доверие людей и доверие президента. Вот два ключевых фактора. Не будет доверия людей, процент низкий будет. Зачем идти? Понимаете, нет. Будет показатель доверия людей? Пожалуйста, значит. На этот уже можно идти. Зная о том, что не выиграешь выборы, соответственно. Зачем идти-то? Зная, знаю, чувствую, уважаемые коллеги. Десять лет скоро у меня наступит. Так служу отечеству, народу Чувашской республики. Это огромный срок этой должности. Я открыто и говорю, соответственно. Не бойтесь этих двух критериев. Бессмысленно идти на выборы. С 25 лет выбирался еще руководителем хозяйства, знали, что такое выборы, что такое доверие людей и как нужно ценить это доверие и пользоваться эффективно, надлежащим образом и добросовестно этим оказанным довериям. Буквально год назад в Новочебоксарске власти заявили о том, что бывшие здания кинотеатра передадут мим театру «Дождь». Это была радостная новость, особенно в преддверии года театра. Но, скажем так, не воплотилась в жизнь эта идея. Собрание депутатов города Новочебоксарска приняло решение о передаче в республиканскую собственность. Прием передачи и подписание актов уже состоялось. И, в принципе, по выделенным тем средствам, которые у нас в бюджете предусмотрены, там открыт будет новый кинозал современный, но и никому не мешает, если там труппа готова организовать театр, это будет ведение Министерства культуры Чувашской республики. Как вы смотрите на то, чтобы организовать блогерский тур, чтобы больше людей из других городов приехали в наш город, показали через свои соцсети наш прекрасный город, рассказали о празднике, и, конечно же, чтобы больше молодежи, чтобы вся Россия узнала об этом событии? Поддерживаю вашу позицию. А вы сможете своими сверстниками сделать так, чтобы вся Россия узнала? Ну, если сплочиться с блогерами других городов, что повыменено, то я думаю, да. Вот планируется как-то расширить Морпосадское шоссе, чтобы упростить движение. Стролейбус отпустят через двухполосное Морпосадское шоссе. И там такая проблема существует, что около поста ДПС всегда производится пробка. Там будут на ней пробки всегда, потому что инспекторы АГИБД будут следить. Больше там нигде нет практически. И с этой точки зрения, вопросы безопасности здесь приоритете, чем маломальские там пробки, которые возникают. Там же и так мы кольцевые сейчас сделали по заезду в микрорайон Новый город, если раньше там была другая ситуация. Но развязка, она будет меняться все равно, расширяться. А вопрос вот в чем. И все-таки пресса для вас, СМИ, это помощник или раздражитель? И второй вопрос. Вот где какая-то последняя, ну, если вспомните, одна из последних тем, где СМИ вам не просто указали на проблему, а помогли разобраться. Указчиков много. А вот именно разобраться. Я отвечаю честно. Конечно, те представители средств массовой информации, даже блогеры, которые ведут себя добросовестно, корректно критикуют, конкретные аргументированные предложения с учетом мнения населения представляют, или вопросы, или проблемы рисуют. Это все нормально воспринимается. И в данном случае я всегда считал и считаю помощниками. Вы были помощниками, и я рассчитываю, что будете помощниками главы республики и органов власти. Потому что нам нужна стабильность, людям нужна тоже стабильность, человеку труда. Нужно что? Рабочее место, что они без работы не оставались. Вот самое главное вот это. Больше позитива. Давайте поблагодарим, я вас благодарю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.